В иллюстраторе есть макрокоманды для ускорения цепочки шагов. Допустим, каждый день вы создаете макет визитных карточек и отправляете на печать. То есть готовый дизайн визитной карточки вы распределяете на формат А4 и с нужным зазором, с нужным выравниванием, распределением и отправляете на печать. Эти шаги можно записывать и буквально за секунду их применить к визитной карточке. Макрокоманды работают на панели Actions. Действия или макрокоманды, сценарии на русской версии. Actions. Пожалуйста, здесь уже многое есть. Но давайте я удалю, чтобы с нуля все показать. По умолчанию есть какая-то папка, макрокоманд. Давайте я сейчас это покажу. Вы можете познакомиться с этими макрокомандами, но они не так интересны. Допустим, opacity быстро задать до 60%. Как это работает? Вы выделяете макрокоманду и нажимаете Play. Запустить объект становится полупрозрачным до 60%. Мы хотим создать более полезные макрокоманды. Поэтому я рекомендую эту основную папку удалить в корзину. Там, к сожалению, полезного очень мало. Создать с помощью четвертой кнопки свою собственную папку. Назовите, как хотите, хотя бы своим именем. И потихонечку в эту папку добавляйте нужные, рабочие, полезные макрокоманды для ускорения вашей работы. Допустим, моя работа, верстка визитной карточки. Я уже дизайн получила и хочу каждый раз верстать, макетировать для формата А4. Визитная карточка имеет размеры 90 на 50. Пожалуйста. Она находится в нужном месте, в верхнем левом углу. Я хочу распределить. Мы знаем, как это делать. Двойной клик по черной стрелке. Движение вправо с зазором 5 мм. Это 95 мм. Движение вниз 0. Создаем копию. Выделяем обе карточки. И так далее. Вот всю эту цепочку шагов я хочу записывать. Пожалуйста. Есть одна карточка. Я хочу уже сдублировать. Чтобы весь путь был записан, я для записи нажимаю пятую кнопку Create new action. Создать новый сценарий. Называю, допустим, визитки. Обязательно называйте как-нибудь, иначе запутаться можно. Они попадают в папку Anait. Клавиатурное сокращение можно тоже задать. Допустим, Shift F2. И цвет чуть позже покажу для чего. Есть такой режим кнопочный. Не самый удобный, но очень быстрый. Вы для кнопочного режима можете выбрать какой-то цвет. Это не обязательно. Но покажу. Визитки, клавиатурная комбинация и цвет. После нажатия кнопки Record почти каждый мой шаг будет записываться. Почти. Красная кнопочка нажата. Запись идёт. Я для выделенной визитной карточки делаю двойной клик по чёрной стрелке. Девяносто пять по горизонтали, ноль по вертикали. Копи. Внимание! Шаг записан. Но когда я выделяю обе карточки, чтобы продолжить дублирование по вертикали, это выделение, увы, не записывается. Чтобы выделение записывалось, рекомендуется выбрать команду Select All, Ctrl-A. Это уже записывается. И для этой парочки я тоже делаю двойной клик по чёрной стрелке. По горизонтали некуда идти, а вот по вертикали 55 мм. Копи. Записывается. Ctrl-D записывается. Ctrl-D, Ctrl-D. Хочется весь макет из 10 карточек поставить ровно в центр страницы. Выделяю все объекты. Записывается. Группирую. Есть запись. И обращаюсь к панели Align. Способ выравнивания Align to Artboard. Кнопки выравнивания 2 и 5. После всех этих шагов я квадратиком останавливаю запись. Всё это есть в вашей методичке. Не переживайте, что что-то пропустили. Абсолютно все шаги есть. Это очень удобно. Если в следующий раз я захочу в другом макете, уже всё это делаясь, допустим, ещё один заказ получила. Нарисовала, допустим, вот такую же визитную карточку, уже с другим дизайном, поставила тоже верхний левый угол. Я всего-навсего выделяю синим цветом эту макрокоманду и кнопочкой Play запускаю процесс. Уходит на всё это секунда. Но, как я сказала, не все команды записываются. Давайте посмотрим, как быть в таких ситуациях, когда нам очень понадобятся такие функции. Я эти визитные карточки на всякий случай удалю, потому что, возможно, они нам помешают. И, смотрите, хочу создать падающую тень, применить эффект, затем разобрать, разгруппировать, делать наклон и так далее. Я создаю с помощью пятой кнопки новую макрокоманду. Просто назову тень. После кнопки Record почти все шаги записываются. На всякий случай тоже цвет и клавиатурную комбинацию задам. Прошу прощения, я сейчас паузу нажму. Вот так. Я сначала объект уже нарисую, потому что такие ситуации очень часто бывают, когда уже объект есть, и вы просто к объекту хотите применить эту цепочку. Поэтому объект я сейчас нарисую. Пожалуйста, даже задам вот такую точку. Всё. Продолжаю. Нажимаю кружочек Begin recording. И применяю эффект стилизации Dropshadow. Ок. Эффект применен. Записи Dropshadow нет. Что же делать? Некоторые команды из главного меню, увы, здесь не записываются. Чтобы записывать вот эти капризные команды из главного меню, в меню панели Actions мы выбираем Insert menu item. Вставить элемент меню. И достаточно набрать несколько букв от названия этого, этой команды. И нажать Find. Найти. Ок. То есть вы и применяете, и задаёте, вставляете эту команду через меню панели Actions. Далее. Я хочу разобрать. Expand a Paris. Применена команда, но, увы, записи нет. Капризная команда. Поэтому через меню панели Actions, Insert menu item, буквально несколько букв я наберу, хотя здесь несколькими буквами не обойтись, вот хотя бы так. Find. Всё, обнаружена команда, и она здесь записана. Мы знаем, что мы два раза должны делать Ungroup, это записывается, Ungroup. Должны снять выделение, Deselect, чтобы записывалось. Выделить день, это уже не записывается, к сожалению. Выделить день не записывается, что же делать? Здесь уже рекомендуется вставить остановку. Вставить остановку Insert Stop с подсказкой. Что надо делать? Так как здесь ни команды, ни инструмента нет, чтобы выделить именно день. Insert Stop. Я обязательно себе подсказку оставлю. Допустим, выделить день. Allow Continue сразу продолжить, не рекомендую включать. Лучше проверить, потом ручную продолжить. Поэтому галочку пока не включайте. Вот так вот. Затем записываю команду наклона. Возьму Share и, допустим, можно даже Alt и Click делать. Alt и Click, и, допустим, сколько-то там, минус 135 градусов. Вот так вот. Минус 135. Просто ОК. И останавливаю запись. Смотрите, как все это будет работать. Я нарисую сейчас другую фигуру. И к этой фигуре применю эту же макрокоманду. Тень. Выделяю синим цветом. И запускаю треугольником. Процесс пошел. Здесь задает, предлагает задавать какие-то другие расстояния и так далее. ОК. Выделить тень. Вот моя подсказка. Я говорю ОК. Выделяю тень. И дальше сама же продолжаю. Треугольник нажимаю еще раз. То есть это очень рекомендуется. Очень рекомендуется. Старайтесь всегда так делать. Вот такие прямоугольники говорят о том, что здесь откроется диалоговое окно. Рекомендуется их оставлять. Также, как я говорила, есть кнопочный режим Button Mode. Для быстроты, но мы не видим очередность шагов. Это не всегда удобно. Вот такой кнопочный режим. Цветной, с клавиатурными комбинациями. Тоже можно запустить довольно быстро. Я сейчас другую фигурку нарисую. Тень. Все. Вот так вот. Просто мы не видим здесь уже очередности. И еще раз задавать в этой ситуации уже не удастся. К сожалению, не самый удобный вариант кнопочный режим. Поэтому рекомендую работать в обычном режиме. И продолжить должным образом. С помощью треугольника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова